Мошенничество на 30 миллионов рублей. Не справился с управлением, гололед или алкогольное опьянение. Надежда умирает последней или попытка скрыться от дорожных полицейских. Все это и не только в нашем выпуске сегодня. Не пропустите. В мошенничестве на 30 миллионов рублей следователи подозревают начальника межрегиональной инспекции налоговой службы ТУВЫ и главного специалиста-эксперта обеспечения ведомства. В настоящее время следователями проведены обыски в служебных помещениях налоговой инспекции, а также по месту жительства подозреваемых. Следственными органами Следственного комитета России по республике ТУВА, в отношении начальника МРИФНС России номер один по республике ТУВА, а также главного специалиста-эксперта обеспечения управления Федеральной налоговой службой России по республике ТУВА, возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 292, это служебный подлог, и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. По версии следствий, в период с октября 2017 года по март 2018, подозреваемый, используя свое должностное положение и имеющиеся в этой связи должностные полномочия, действуя в группе лиц по предварительному сговору, умышленно и из корыстных побуждений, путем обмана похитили имущество общества с ограниченной ответственностью, в виде денег в особо крупном размере, на общую сумму свыше 30 миллионов рублей. По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Надежда умирает последней. С таким девизом пьяный водитель попытался скрыться от дорожных полицейских. ВАЗ 15-й модели привлек внимание сотрудников тем, что на капоте машины были вмятины. Патруль ДПС потребовал от водителя остановиться. Однако водитель проигнорировал требования полицейских. С кругового Байхакской горе водитель выехал в сторону микрорайона спутник по бездорожью. Тем самым, надеясь, что в темноте дорожные полицейские упустят его из виду. Информация о нарушителе была передана другим нарядам ДПС. И в районе спутника любителя пьяной езды уже ждали две патрульные машины. Около 15 минут сотрудники полиции пытались остановить нарушителя, который летал по бездорожью на сумасшедшей скорости. Патрульным удалось опередить и остановить водителя, закрывая пространство для маневров. После остановки мужчина пошел на попятную, говоря, что он просто пассажир, а водитель убежал. А где водитель? Я не знаю. Он ***ся. Да? Вы за рулем не сидели? Не, не сидели. Ну, понял. Он сам уехал, я не знаю, откуда. Я вот по сельскому сидел, он сам уехал, ***ся, я не знаю. Теперь водителю ваза за пьяную езду грозит штраф по нескольким статьям. Самое главное, он уже не скоро сядет за руль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пьяные водители за рулем – бич современного общества. Ведь по их вине происходит больше всего дорожно-транспортных происшествий. Как показывает статистика, только за прошлую неделю инспекторы ДПС в республике задержали 57 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Среди них 4 автоледи. Так и следующий водитель понадеялся на свой стаж и опыт. Однако гололед плюс алкоголь сыграли над водителем иномарки злую шутку. Горе-водитель, то ли от сильного алкогольного опьянения, или же не справившись с управлением, сначала въехал на бордюр, а после и в дерево. От передней части иномарки живого места не осталось. К счастью, водители-пассажиры не пострадали. Этот водитель вообще не понимал, что происходит и где он находится. Помимо того, что он в нетрезвом состоянии сел за руль, так у него при себе не было никаких документов. Чтобы узнать личность человека, управлявшего иномаркой, полицейским пришлось проводить процедуру дактилоскопии. Кроме любителей горячительных напитков, есть и те, кто не являясь водителем, а если быть точнее, не имея водительского удостоверения, садиться за руль. Таких людей оказалось больше, чем любители пьяной езды. За минувшую неделю сотрудники ДПС задержали 80 псевдоводителей. Сколько всего аварий с пострадавшими произошло за неделю, узнаем от сотрудников ГИБДД. Официальная сводка далее. С 12 по 18 ноября в республике зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий, где два человека погибли, девять травмированы. А сейчас о происшествиях в других регионах. Вот что обсуждали в социальных сетях на минувшей неделе. Смотрим. Два человека сгорели в машине в результате жуткого ДТП в Петербурге. Авария произошла ночью, 19 ноября, на Лиговском проспекте северной столицы. По данным госавтоинспекции Санкт-Петербурга, «Шкода» и «Рапид» столкнулась с другой иномаркой по Лиговскому проспекту, после чего вторая машина загорелась. В результате аварии водитель и трое пассажиров «Шкода» получили травмы различной степени тяжести, а оба человека с другой машины погибли на месте. Очевидцы сообщают, что вероятнее всего причиной смерти стало возгорание. Люди не смогли выбраться из полыхающего авто. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ДТП. Проводится проверка. Пьяные водители за рулем скорой. В Николаеве полицейские обнаружили сразу двух водителей, которые в нетрезвом состоянии везли медиков на вызовы. У одного из водителей содержание алкоголя превышало норму в 10 раз. Он едва стоял на ногах. Кареты приехали на место ДТП, чтобы забрать травмированных. Когда патрульные сопровождали скорую в больницу, заметили, одна карета странно двигается, наезжает на бордюры и внезапно меняет полосу движения. Водителя остановили. Драгер показал содержание алкоголя в его крови почти 2 промилле. Водитель признался, что выпил, но объяснил по уважительной причине. С женой поссорился, сказал он. Пока патрульные составляли протокол, во двор больницы въехала еще одна скорая. Когда из кабины вышел водитель, патрульные увидели, что он неуверенно держится на ногах. На всякий случай решили проверить и его. Тот долго делал вид, что не может дыхнуть волкотестер, но с пятой попытки все-таки сделал это. Результат 0,64, в три раза больше допустимого. Водитель уволен и по статье. После инцидента проверять водителей на станциях экстренной помощи в городе будут чаще и тщательнее. И на этом наша программа заканчивается. Звоните нам и пишите контактные данные, вы видите у себя на экране. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова